Сегодня мы разберем примерчик. Один из примерчиков с двойным облачком. Вот такой примерчик. Двойное облачко мы видим здесь в том, что у нас здесь раз завиток и второй завиток. Давайте, чтобы вам было лучше видно, поставим два таких эллипса. Это вот раз облачко, это вот второе облачко. И они как бы соединились вместе. Если мы посмотрим по фразам японским, то мы тоже видим, что у нас раз текст и два текста. И между ними большое такое расстояние. Получается, что реально два облачка соединились вместе. Вот они примерно такие. По центровке смотрим. Первое облачко у нас примерно вот такое. Второе облачко у нас примерно вот такое. Но японскую центровку мы за шаблон брать не можем, потому что японцы пишут совсем по-другому. То есть мы пишем сверху вниз, справа налево. Мы пишем справа налево, ну тоже сверху вниз в принципе. Но уже горизонтально. Они вертикально пишут, мы горизонтально пишем. Поэтому центровку японскую за основу мы не берем никогда. Так, теперь что? Мы определили, что у нас есть два облачка. Сами определяем центровку. Центровка у нас будет примерно вот такая. В принципе, в принципе, многие крючки, вот эти две фразчики, если двойная облачка, они видят, они эти две фразчики соединяют в одну, в один большой текст. Но чем это плохо? Давайте посмотрим. Значит, если будет один текст, то облачко у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Берем наш текст. Вот это у нас тот самый текст. Ctrl-C. И давайте вставлять его сюда. Текст. Вставили. Вот такой у нас текст. Теперь мы его должны немножко сцентрировать. Так, примерно вот таким вот образом закончим. С этим тем быстрее приступим к следующему занятию. Укук, наверное, всегда перетащим. Вот примерно вот так. Центровка вот этого облачка должна, по идее, выглядеть вот таким вот образом. По центровку я еще поговорю попозже немножко, естественно. Вот. Вот это примерно центр вот этого облачка, да? То есть, если мы возьмем конкретно этот липтик, давайте, наверное, все-таки выкатываем этот липс, он меня смущает все-таки. Вот так вот, примерно. Вот это у нас по центру поставили мы вот этого большого одного облачка. Большой такой текст. И что мы видим? Мы видим, что здесь у нас текст выходит за облачка. Есть много вариантов, как это дело исправить. Первый вариант, мы можем дорисовать облачко вот таким вот образом. Но когда мы вмешиваемся в рисунок автора, то получается удаляем часть оригинальных пикселей. И, честно говоря, я это очень не люблю, когда удаляется часть оригинала. Чем меньше оригинала мы удаляем, тем лучше. Второй вариант, как это можно исправить. Мы можем вот эту штучку, вот этот наш текст, переместить в другое место. Вот сюда, допустим, да? У нас получается здесь очень маленькое расстояние, а здесь очень большое расстояние. И если мы посмотрим, то здесь у нас большое такое белое место, которое сильно бросается в глаза. И мне, допустим, как дизайнер, вот это белое место очень сильно раздражает меня. В третий вариант мы можем этот текст принести повыше вот сюда. Но, в принципе, проблема остается точно такая же. У нас здесь вот здесь все-таки красиво, а вот тут внизу у нас белое пятно, которое меня раздражает. Можно, конечно, этот белое облачко поменьше сделать, да? Эту рисунку дорисовать самим. Но, опять-таки, это изменение оригинального рисунка, чего мы не хотим. Поэтому вот в данном случае можно все-таки этот текст разделить на две части. Вот это, то есть удаляем, Ctrl-X. Это будет стоять здесь, а второй же, этот самый кусочек, будет стоять вот здесь. У меня уже есть готовый вариант. Раз и два. Вот это оно? Нет, это не оно. Вот это оно. Вот, нет, это не оно. Дай-таки, секундочку. Мне нужно найти нужное. Вот, вот это у нас. Это у нас примерно будет конечный результат. И, если мы посмотрим задалека, да, то, в принципе, у нас помещается и этот текст помещается, и второй тоже текст помещается. Никто другому, один другому не мешает, один на другой не срезает. Конечно, тут вот это слово «с тем» можно немножко покрасивее сделать, но это уже, об этом поговорим уже в другом уроке. То есть, в принципе, вот такой вариант у нас хорошо. И, если у вас будут двойные облачка, то не ленитесь разделять текст на две части, потому что так оно будет выглядеть гораздо красивее. Всем спасибо за внимание. Примеры с двойными облачками еще будут в дальнейшем. А на сегодня пока что все. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова